я не могу сказать что я большой фанат каких-то эксклюзивных напитков алкогольных в принципе я довольствуюсь простыми напитками пивом и водкой но раз у меня попалась такая вот возможность я решил так и взять рижский бальзам и попробовать что это за напиток такой это естественно современный бальзам он продается и в больших и в малых супермаркетах стоит конечно не дешево вот и он все так же выпускается в керамической бутылке видно что это керамика не просто крашеная стеклом но боюсь что это все-таки не тот самый бальзам который когда-то пивали при союзе а скорее всего кожа шерпотреб который рассчитан на каких-то таких снобирующих алкоголиков типа меня то есть люди которые не сильно может быть понимает в бальзаме или 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 допустим оригинальный при советском связи сейчас не покупать и этим принципе довольствуются но мне тут заказе подвернулся еще одна бутылка бальзамом совершенно неожиданно мне досталась бутылка того самого советского бальзама я надеюсь что это таки она потому что написано импорт от фронды и юрица сша рига с мельной с бальзамс тут же написано греческий черный бальзам и distilled and bottled in the usc то есть приготовлено и разлито в ссср и тут что-то еще написано союз кооп внешторг москва вот такая вот бутылка тоже керамика завитость сургучом но уже при пересылке часть сургуча прилипла к упаковке который был помещен в сей сосуд и у меня есть возможность сравнить два напитка современный и еще тот советский но при чем это сделать я думаю стоит рассказать немножко об истории рижского бальзама а если кому-то интересная история рижского бальзама идите по ссылочке на мой второй канал и там все будет рассказано ну я думаю хватит разговор разговаривать пора его и попробовать на самом деле еще что есть вопрос как его пить то есть на официальном сайте риска бальзама приведены рецепт таких коктейлей но я не думаю что мои родители делали коктейли из рискового бальзама или скорее всего его просто из небольших рюмок собственно так поступил я послал только решить с какого бальзама начать советского или современного даже не знаю я пока наверно советский уберу в сторону откроем вот этот современный оборачивающих заодно узнаем как здесь устроено крышка что здесь я так подозревая крышка грузко залита сургучом вот который начал крошиться и там скорее всего и пробка из пробки соответственно здесь пока неизвестно тут тоже пробка но вот такая вот уже цивильная будет беремки так будем наливать вот это у нас темный тягучий ощущается сладость и крепость и вот такая как пока 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 прямо ну и что и надо вот это откупать уже до конца этот сургуч но все липнет он там просвачивается где-то не знаю как все закупорилось так есть у меня вот такой штопор ну я просто не вижу ничего скорее всего тут просто пробка но мягкое какой-то добрый день если кто знает этот анекдот а здесь есть более сладкий более пряный аромат а здесь какой попроще но такое более я бы сказал лекарственный ладно пожиже надо сказать вот собственно грамм момент истины я так долго ждал этого момента что я даже не знаю чего от этого бальзама ожидать вот есть у нас бальзам советский он травянистый ароматный но сладости в нем очень мало чувствуется здесь сладости чувствуется побольше и аромат немножко другой и опять же этот вот такой густой маслянистый такой вот прям видно на стенках рюмки в принципе здесь все такие прям остаются и не знаю как называется но как называется ну что ж сделаем глоточек советского но это да я там пить это за столом на зелёдку не получится точно она вещь горькая но чувствуется и сладковатая нотка собственно говоря рижский бальзам относится к биттерам биттер переводим это горький то есть биттер с улицы горькая настойка такая же как бекеровка например или как эгер мастер в принципе можно было к этим самым биттерам отнести и советские какие-то настойки типа зверобоя с типовой или ореховой но мы этого делать не будем потому что и рижский бальзам бекеровка и эгер мастер это одно а настойка зверобоя совершенно другое вот но вещь такая себе если честно на любителя то есть я бы сказал что пить это просто так смысла не имеет никакого допустим прийти и с морозом сделать такой небольшой глоточек или налить его флягу там потихоньку там где там выпивать по глоточку в морозится опять же я думаю смысл какой-то имеет но на самом деле такая горчинка остается в послевкусии очень 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 сильный вкус я бы даже сказал но я даже не знаю что об этом сказать потому что я мечтал в своем детских мечтать немножко другом я думал что вещь это вот настолько вкусная настолько классная что вот она просто должна меня просто покорить что ж попробуем что же тут в этом бальзаме тот который современный ой он совершенно другой в нем больше ощущается сладости но при этом в нем есть горчинка естественно а вкус совершенно другой то есть да чувствуются травы какие-то но несмотря на то что он кажется гуще идет он почему-то легче чем вот этот почти не даже колышется по-разному здесь хоп-хоп вот этот советский бальзам намного заболись я даже сказал чем современный и по вкус но по вкусу современный я думаю я бы стал приятнее вот так вот и не скажу что он прям вкусный ну наверно очень на любителя но он приятнее я даже не знаю я не понимаю как их сравнивать вот чем дело и то и другое как бы ну имеет место быть и то и другое по-своему как бы интересно я не могу сказать что вкусно то есть прям стать обожателем этого напитка ну вот надо постараться я не из таких но опыт интересней правда чтобы этот опыт был чуть подешевле было бы еще вот как то так а 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 Продолжение следует...